здравствуйте дорогие наши садоводы наши подписчики мы с вами на канале садовый блок сегодня мы приехали посадить овощи морковь лук и и начнем с лука так как его нужно еще перед посадкой замочить лук я буду сажать геркулес и ред кармен семейный у меня золотинка и уральский любимец семейный у меня уже готов замачивать я его дома уже обрезала приготовила вот так привезла сейчас я покажу как я это делал семейный обязательно лук нужно под шейку не боясь что ее побольше срежете и корневую вот так же убрать для чего это дело чтобы дать быстрому росту корневой системе на быстрее будет обрастать и будет быстрее образовывать дочерние луковицы и чтобы перо бы выходило быстро это у меня золотинка вот так наискосочек чуть-чуть убираем вот так вот как вот и прорости же тут а вот так мы ей облегчим это дело и любимец урала вот так он вроде мне и нравится этот лук любимица урала но не особо люблю за вот эту вот приплюснутую форму вот почему-то так но выводить тоже не вывожу еще его хранится хорошо лук неплохой пока я сажу помню тоже вот так же все вырезаю так и вот так все убираем а это тоже лук надо обстричь здесь только убираем лишнюю шелуху и чуть-чуть вот это вот сейчас ножницами сейчас покажу как здесь шейку мы не задеваем вот стараемся только вот это сухое все вот так сейчас этот лук весь я обрежу помощничек у меня пришел дима помогать будешь бабушкина молодец так вот мы все обрезали здесь у меня получился все в одну чашку смешали я его и так не спуты это геркулес это у нас red карман и еще вот покупала я видимо даже уже забыла длинненький бамбергер пусть все в одной вот все перебрали 2 вот сухих получилось и одна пророща все убираем и сейчас мы будем замачивать лук обязательно нужно замочить даже если вы не хотите каких-то протравливающих веществах просто замочить потому что мы же его сушили мы его зимой сушили прогревали и пока он не наберет влаги для прорастания сколько нужно из земли он не начнет прорастать и поэтому будет задерживается задерживаться рост а если вы посадим уже замочен он сразу пойдет в рост замачивать мы будем тоже специальным раствором который мы уже и показывали но может кто-то присоединился к нам недавно так он еще луков поднял подними смотрю а там луковка 1 стола вот ну как это видимо потерял вот она дима вот видишь луковка вот подними я давай не пустит любишься туда сам владеет так берем марганцовку делаем раствор марганцовки не сильно крепко проверяем какой не сильно крепко так как у нас будут наши луковички мокнуть из два часа сейчас тоже клади так это будет от марганцовка она обеззараживает соль ну давай соль давай сам клади подожди вот так вот давай переложкой вот так вот 200 также сказала на 3 литра у меня раствор на 3 литра здесь не надо много потому что у меня много еще семейного я сделала 6 литров поэтому кладем четыре ложки столовых его давай вот так вот эту сорт и залезем вот так у нас два это будет у нас три это будет у нас 4 так как у нас так и зала опять же на 3 литра две столовые ложки злые обходи сюда сейчас дашь так вот одна мама дай мне ложку доме доме ложку дай три два пойдем пойдем дам дам и четыре вот четыре ложка дай еще раз повторюсь марганцовка это у нас обеззараживает соль против насекомых опять же и зала это питание вот мы все сделали это и сейчас наши луковки будем замачивать течение двух часов надо было ребенку ложку помешать ну все помешал успокоился дадима еще не мешал еще не мешал ну давай мешай будем заливать лук все размешал давай этот мы зальем давай клади ложку помогай этот мы вот так зальем а тут сюда высыпем прямо в ведро в этот раствор да и у нас все получится правильно давай здесь тоже мне нужно вместе все смешать так как я его тоже вижу и любимец урала и залачика вот давай теперь вот отсюда перекладывай сюда помощник это нужно перекладываем лук вот сюда вот сюда к нам давай клади все все теперь давай бабушка выступит все держи мешок я высыплю так мешок у нас к вымельки вот так вот и мокнуть будет у нас лучок и сейчас наши луковки будем замачивать течение двух часов пока они у нас мокнут мы пойдем сажать морковь пока у нас лук мокнет мы посадим морковь морковь я буду сажать в этом году сорта неля я его уже раньше сажала этот сорт мне он нравится и опять вернулась через несколько лет средний поздний корнеплоды ярко-оранжевая цилиндрическая длиной 14 20 сантиметров массой 230 250 хорошо хранится анастасия тоже каждый год сажаем средний поздний ботва крепкая темно-зеленая корнеплоды крупные 22 сантиметра цилиндрические и чемпион тоже сажала уже в прошлом году сорта тип нанская корнеплоды длиной 20 25 сантиметров масса 200 грамм вот эти три сорта я буду сажать в этом году грядку я приготовила заранее чтобы земля у меня села с осени я сажаю сидираты я их перекопала и под перекопку я внесла удобрение ому универсальный вот такое удобрение органа минеральная норма расхода у него под овощные культуры 100 грамм это полстакана на квадратный метр бороздки сделала вначале полила простой водой так как земля очень сухая простой водой а сейчас я полью гуматом калия всегда все бороздки проливаю гуматом калия можно посыпать за лук прямо в бороздки тоже хороший вариант но я привыкла вот так у меня гумат калия концентрат он бывает разный поэтому разводится он по-разному у меня концентрат он разводится два два три колпачка на 10 литров воды и вот сейчас я сделаю такой растворчик и пройду полью все бороздки сажаем я сажалкой уже много лет я уже показывал ну просто как я делаю так уж сейчас снова покажу так сажалка мне нравится не сажать я уже много много лет так так закрываем вот так пальчиком и высыпаем сюда семена высыпали семена и вставляем обратно крышечку вот у нее здесь две рисочки и в эти две рисочки будут вылетать по семечку но получаться по два семечка и вот так вот я их вот их видно как они вылетают один пакетик вот я уже рассадил и сейчас буду засыпать засыпать буду компост вместе с землей у меня рассыпан намешан вот в такие ведра и я им сейчас буду вот так вот засыпать вот так прижать сейчас все эти бороздки так приду окно всему морковку посеяли каждый сорт я подписала и будем посмотреть потом как который вырастет а сейчас надо посадить еще нам зелень так какой зелень мы будем сажать кинза в этом году мы пробуем ее сажать первый раз мы и как-то раньше не очень любили но что-то попробовали нам понравилось теплицу же посадили один рядочек и сейчас посадим укроп аллигатор это кустовой укроп многократная срезка его срезаете и он снова отрастает очень нравится всем садоводам петрушка два пакетика мы петрушку любим так руколу тоже вот два вида взяла попробуем разные листья у них разный вкус вот с таким листом и с таким листом редиска редиска аскания скороспелый сорт и очень крупный у него облиственность слабая а сам плод очень крупный нам тоже нравится хороший салаты салат пармезан тоже вот попробуем семена алтая уж больно их рекламируют типа айсберга но попробуем это как качан вот такую смесь выбрали baby салат это смесь получается смесь крест салат капуста китайская мангольд индау и салат красный и лолороса лолобионта это зеленый амарант овощиной вот всего-всего вот в этом вот салате в смесь салат десерт красивый вот какой на грядочке будет как цветок раннеспелый листовой у нас есть салат салат вот такой красный жар птица шпинат уже посадим так это кориандр у нас остался от теплицы но тоже посадим свеклу посадим нежность цилиндрическая и пабло круглая и посадим горох горох вот я взяла сахарная принцесса и рафинад оба гороха сахарные вот при выборе гороха многие покупатели приходят спрашивают дайте горох сладкий вот три вида гороху мозговой есть лущильный есть сахарный мозговой вот того когда у зерен оболочка такая морщинистая в основном его применяют для консервированию потребление в консервирование он более жесткая оболочка лущильный съедобные у них только зерна сам стручок не съедобный так как имеет толстый пергаментный слой внутри а вот сахарная сорта у них идет и горошинки как бы нам на еду и сам стручок потому что в нем нет пергаментного слоя и вот даже в молочной спелости когда еще горошины не налились а только стручки с мелкими горошинками вот уже в такой спелости сахарные сорта уже можно употреблять в пищу поэтому самый распространенный среди садоводов это конечно сахарные сорта вот и мы садик сажаем только сахарные сорта после этого нужно лук обязательно промыть вот я уже сюда все слила всю эту воду налила новую чистую и все нужно промыть сейчас это тоже солью начну сажать я семейного бороздки сделала опять пролила куматом кали сейчас посмотрю поскольку у меня будет так так ну где-то примерно сантиметров 20-25 меня мама учила раньше вот так пальчики делать так оно и получается так так и вот так у меня получается в рядочке вот сейчас я так и пойду все рядочки дальше тут получается мне опять так и этот не тот и вот вот так но зачем немножко я его вот так вот присыпаю сильно не делаю но хотя бы вот так вот я делаю немножечко ну вот что дима тебе еще надо водички кончилась кончилась у тебя ну давай вместе фич поливаем на помощник что-то поливаешь там бегаешь цветы и поливай какие-то цветы то там поливать я через год пройти вот этим вот и лук. Это не лук, это тоже цветы. Это цветы. Еще бабушки. А на эту грядку я сажаю вот уже вот этот сивок. Между рядками сантиметров 20, а в рядке сантиметров 15. Почаще, чем семейный. Вот сейчас также все пройду. Бородки также пролила перед этим. Вот здесь лук будет у нас посажен. Потом я его немножко, чуть-чуть вот так просто прибарахлю и все. Вот эта грядочка у нас посаженная с осени лук. Я сажала здесь лук Шекспир. Вот он тоже уже выходит. И сегодня вечером я его подкормлю мочевиной. Сейчас еще день, солнышко, а к вечеру вначале простой водой, а потом две столовые ложки мочевины на 10 литров и все полью. Ну а на сегодня мы наше видео заканчиваем. Всего вам доброго. До свидания.